Всем привет! Долгие годы Наталья Дрожина и Михаил Цивин считались уважаемыми людьми, благотворителями, которые посвятили жизнь для помощи другим. Они то и дело рассказывали, как спасают актеров от нищеты, но ситуация с семьей Баталовых все изменила. После этого стали вскрываться мошеннические схемы супружеской пары. На первом канале важное заявление сделал заместитель председателя Союза кинематографистов Клим Лаврентьев. Он заявил, что уже давно имеет претензии к деятельности Цивины и Дрожиной. Отношение к Союзу кинематографистов имеет только она, но это ненадолго. Мы давно обратили внимание на их поведение. Часто случалось такое, что они посещали мероприятия Союза кинематографистов. Тогда они стояли в залах и ждали, пока погаснет свет. Когда же это происходило, они занимали свободные места в первом ряду. Это многих возмущало, поделился Лаврентьев. Также представитель Союза кинематографистов вспомнил про инцидент, произошедший на похоронах Марлена Хуциева. Тогда после долгой церемонии прощания людей попросили выйти из зала. Остаться в помещении могли лишь родные и близкие режиссера. Каково же было удивление Лаврентьева, когда он увидел, что Цивин и Дрожина тоже решили остаться в зале. Тогда Климу Анатольевичу пришлось буквально выгонять назойливую пару. Выяснилось, что Цивин и Дрожина много времени проводили в Доме ветеранов сцены. Там они обхаживали деятелей искусства, которые остались без помощи близких. Это одинокие люди, актеры, режиссеры, операторы, монтажники. Они жили в Доме ветеранов годами, десятилетиями. При этом у каждого квартиры на Кутузовском проспекте и в других хороших районах Москвы. Понимаете, Цивин и Дрожина – это падальщики, которых интересует только наживо, подчеркнул Лаврентьев. Сейчас следствие по делу Баталовых продолжается. Вдова и дочь актера утверждают, что Цивин и Дрожина обманули их. Супруги не только присвоили себе денежные средства, но и похитили ценные архивы, принадлежавшие когда-то Ане Ахматовой. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok